Ну вот и будут у вас, девушки, овощи. Я девушка, я за тобой. Убивай женственность напрочь. Окей. Дальше феминистка за 250. Вычеркиваем, да, ребят? И у меня очень неприятная ассоциация с запахом травы, хотя в каком-то смысле это имеет прямое отношение к моей работе. Например, она тупая. Или наоборот, она классная. Это тебе уже пофигу, фиолетовый у него волос или лыж. Ребята, привет! Этот выпуск ждали все. Даже Яша. Тут мы решили поговорить с парнями насчет того, существует ли та самая идеальная девушка. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Ребята, привет! Сегодня у нас самый долгожданный выпуск на канале, потому что он с парнями. Ребята, привет! Привет! Сегодня мы поговорим об отношениях и главное о том, существует ли та самая идеальная девушка и даже попытаемся ее собрать. Но вначале я бы хотела представить наших прекрасных гостей. И начну я с Артема. Артем, расскажи немного о тебе. Да, меня зовут Артем Кузьмин. Мне 22 года. Спасибо за фамилию. Пожалуйста, всегда. Я журналист, работаю на независимых районных медиа, ведущий там. Пишу книжки, романы, рассказы. И скоро, так понимаю, в начале сентября выйдет мой роман о поколении нашем. Такая небольшая интегрированная реклама. Так, Антон, прошу. Меня зовут Антон, я финансист, занимаюсь всякими такими финансовыми вещами. И у меня еще digital design studio. Вот, мне 24 года. Можно название тоже, раз уж тут все. Embassy.io. Спасибо. Миша? Меня зовут Миша, мне 24 года, я закончил юрфак МГУ. Проработал два года в вооружайной сфере юристом, теперь в автопромышленной сфере работаю маркетологом-аналитиком. И, наконец, Антон, почему-то чуть-чуть какой-то грустный CV, который вы услышали. Прошу. Привет. Куда смотреть, в какой из них? Ну, куда. Куда угодно. Привет, меня зовут Антон, я актер. Собственно, все. Па-бам-пам-пам. Итак, ребят, спасибо большое, во-первых, что пришли, снова вас поблагодарю. И перед тем, как мы приступим к нашей главной части игре, о которой я расскажу чуть позже, я хочу вам показать несколько девушек, которые сейчас очень популярны. Они являются для кого-то ролевыми моделями, для кого-то, наоборот, антимоделями поведения и всего. Но так или иначе, это девушки популярные, я думаю, вы о них слышали. Мне интересно узнать ваше мнение. И первая девушка, которую бы я хотела показать, это Анастасия Решту. Прошу. Это жена Тимати, уже мать его детей, она модель, блогер. Как вы к ней относитесь? Первый раз вижу. Но я вижу не первый раз. Пару раз зависала на ее инстаграме. Нет, девушка очень красивая. Да, тоже что-то слышал, но слишком. Тумаж, да? Ну, знаешь, я о ней слышал, конечно. Сейчас вижу фотографии реально в первый раз. Но она, конечно, симпатичная, но что-то в ней отталкивает. Какая-то она слишком, не знаю, как даже это сказать. Какая-то немного пошловатое даже. Пошловатое. Вот так вот. Какой-то немного ханжетский клуб сегодня. А следующая девушка, она диджей, блогер. Ее зовут Карина Истомина. Слышали вы о ней? Я не знаю, в силу возраста, может быть, я не слышал никакого. Нет, не слышал. Прикольно, кстати. А есть еще водка? Да, конечно, есть еще фотография. У нее реально очень интересная внешность. Очень интересное лицо. Правда, очень интересное. Я бы ее точно запомнил. Я про нее не слышал, но внешность реально очень интересная такая. Но я про нее не слышал ни разу. Слышал, даже чуть-чуть знаком. Да, это гораздо приятнее, чем предыдущие. Тимати потом заблокирует наш. Я бы не сравнил, потому что ну совсем у нее уж очень разные. Разве что цвет волос похож на черно-белые фотографии. Обе темненькие. А, все. Ну, а Даня всегда расширен. Ну, понимаешь, такой хочется любоваться. В ней что-то есть притягивающее. Олежда, вы не хотите любоваться. Ну, хочется посмотреть разок, а потом не любоваться. Я думаю, это не... Посмотреть разок. Не любоваться. Она какая-то такая. Нет, да она дерзкая. Любоваться нужно какими-то такими живописными. Какие-то импрессионистские лица. А это такая, не знаю, не пролюбоваться. Это история какая-то. Ее хочется укоротить, да? Ну, как минимум. Как минимум. Слышали ли вы о Саше Новиковой? Саша Новикова, она тоже блогер, продвигает эко-повестку. У нее была раньше сеть своих кафе, тоже правильное питание, но сейчас это только в онлайн, на онлайн-платформе. Не слышал, но я за такое эко все, я тоже правильно питаюсь, все такое. Ну такая, она как-то соответствует своему эко-шмаку. Я про нее, конечно, наслышан, и я у нее часто обедал. Обедал с ней? Нет, нет, у нее просто, да, 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 вот, ну хорошая девочка, очень умная. Да, тоже много слышал, вот всегда интересно, когда есть что-то, что человек делает, вот что сильно глубже, чем просто внешность. Я считаю, что с Дож-блоги это вообще неправильно, это неправильно никак. И спонсор нашего видео ресторан Бар ЗНС. ЗНС, спасибо за алкогольные напитки, которые мы распиваем сегодня. Хорошо, давайте дальше. Любовь Аксенова, знаменитая русская актриса, она прославилась в сериале, наверное, ну так, на широкую аудиторию мажор. Вот, очень прекрасная, милая девушка, ваше мнение? Слушайте, ну с профессиональной точки зрения, я могу сказать, что она суперактриса. Точно, точно талантливая, точно способная, точно научная, точно обаятельная, классная, классная. Актриса крутая, но больше я просто про нее ничего не знаю. А что тебе еще нужно знать про нее еще? Я стесняюсь спросить. Ну, просто вот как девушка, это в целом образ привлекательный? Не мой типаж. Не твой типаж, понятно. Очень милая, но нет, тоже. Не, мне, кстати, очень нравится, очень классная. Я даже, когда писал книжку, представил, кто бы сыграл в этой книжке, я представил ее на одной из ролей, да. Люба, мы отметим здесь инстаграм Артема, ты знаешь, к кому обратиться. Так, следующая девушка, Катя Кищук, она была раньше в составе Серебра. Да, вот, знаменитая певица ртовая и блогерша. Что скажете, молодые люди? Такое, конечно. Не знаю, очень сильно, не знаю, нарочито все. Не знаю, классно, когда есть контрапункт в характере, между характером и внешностью, между характером и поведением, а когда все в одну дуду, ну, не знаю. А ты ее как человека не знаешь, ты не знаешь, какая она? Ну, нет, я знаю ее не лично, но я знаю, ну, я смотрю, во-первых, по интервью человеку можно очень много сказать, не-не-нет. Ты даже смотрел ее интервью. Ну, не специально, я смотрел, не то, чтобы я вбивал интервью. А сейчас такой, ну, я слышал о ней что-то. Так, Миш, твое мнение? Ну, я слушаю и особенно смотрю клипы Серебро. Кстати, она очень похожа на предыдущую девочку. Даша Чабанова, которая была? Да, по-моему. На предыдущую девочку Темнику? Нет, нет, она тоже блондинка была и похожа. Нравится, что Миша в курсе у всех, метаморфоз. Ну, да, им же нужны разные типажи. Вот, а так, не знаю, что рассказать, я мало знаю. Мало знаком, да, ребят? Интересно. Артем, интересно? Меня вообще не впечатлило. Я вообще не знаю, кто это и как-то по фоткам не очень. Ну, что, ребят, богиня всея интернета, Настюшка Ивлеева, ваше мнение? По-моему, самый спорный персонаж, потому что некоторые мои друзья говорят, что это вот реально эталон, другие говорят, что у нее очень спорный характер, повадки, не соответствующие характеру леди, ваше мнение. Тоже не знаю? Нет, да нет, нет, господи, пожалуйста, умоляю, хватит. Надо причесаться было по-другому. Нет, нет, она суперклассная, суперклассная, ты знаешь, конечно, вообще-то да. Классная непосредственная, как такая, типа, своя, из народа. Уже сейчас чуть-чуть меньше, потому что, ну, все-таки она достигла такого успеха, что сложно быть из народа. Но, не знаю, чувствую, море супер. Ну, как бы. Я тоже ее фанат, она мне очень нравится, прикольная девочка. Ничего не знаю про нее, вот я слышал пару раз ее имя. Ну, агент-герл в инстаграме. Не знаю. Как же карантин? Да, поэтому... Да, ну, вполне, слушай, почему нет. Вы не смотрели прямые трансляции во время карантина? Да, вот у нее были там с Тимати, например. Нет, мне, я из тех, кому больше нравится Регина Тодоренко, чем она. А, вот это, да. То есть она, конечно, прикольная, но, на мой взгляд, Регина гораздо лучше, потому что Регина тоже достигла большого успеха, но не растеряла свою какую-то вот эту вот самость такую девочке с двора. А вот Ивлеева, она там недавно что-то из ружья стреляла, с шампанским ездила за рулем. Ну, это, конечно, перебор. Ну, это отвратительно, я считаю. Что ж, ребят, Анастасия Миронова, бизнесвумен, владелица сети бренда одежды, спортивных программ и так далее. Тут, правда, нету фотографии ее фигуры, что жалко. Она предпринимательница вот эта, да? Да, и она достаточно крутая бизнесвумен. Вот, Паша, к ней отношений не слышал? Да, фото видно только ухо, нет, не слышал. Ну, вот лицо. Ухоженная очень, приятно. Красивая, но не слышал про нее. Не особо нет. Не особо? И не слышал? Не слышал точно. И, ну, так, типа, 4 из 10. Ну, это в моем вкусе. Блин, вот мы не добавили фотографии фигуры, блин. Соглашусь с коллегой 4 из 10. Ну, можно догадаться по этой фотке, ладно, какая там фигура. Нет, ну, она реально, она просто королева телес. И, наконец, последняя девушка в нашем конкурсе, это в конкурсе Ксюша Дукалис. Она тоже бизнесвумен, у нее свое СММ-агентство. Она также ведущая шоу на Ютубе. Она тоже диджей, короче, поет. Интересная какая-то, кстати говоря. Не плоская, не плоская. Не плоская абсолютно. Ну, правда, видно, что по лицу, что она не... Нельзя сказать, что это просто вот прям шаблон какой-то красоты. Типа Джоли, нет, нет. Но все равно интересная. Я обратил внимание. Диджей классный, потому что всегда, когда она играет в кисе, я хожу. Да. Итак, ребят, спасибо снова же за ваше мнение. А теперь мы перейдем к главной части нашего выпуска, к игре. Это игра-конструктор. Начинаем. Интеграция лего. В которой вы, каждый из вас, будете собирать свою идеальную девушку. В начале этой игры каждому из вас дается тысяча баллов. И блоки, так сказать, качеств девушки в этом конструкторе поделены на три части. Это внешность, поведение и какие-то особенности или детали. Я буду читать каждую позицию. Вы будете говорить, покупаете, грубо говоря, в эту позицию. Хотите обязательно вычеркнуть или вам пофиг. То есть ваши баллы как бы не теряются. И так мы потихоньку соберем идеальный образ каждого из вас. Снова же это очень абстрактно. Эта игра не воспринимать это серьезно. Окей. А нам надо что-то отмечать? Сказал он серьезно. Смотри, если ты берешь, ты должен там крестик поставить или что-то такое, чтобы тебе потом легче было считать баллы. Ой, еще надо считать. И еще такой момент. Поскольку тысяча баллов это не так-то много, а некоторые качества стоят дорого, вы можете поделиться какой-то личной историей, за что вы получите плюс 250 баллов. Миш такой, истории не будет. Я умещусь в тысячу баллов. Что ж, давайте начнем. Если есть какие-то вопросы. Нет, они сейчас будут. Пока нет. А то вы просто первый раз слышите это объяснение. И начнем мы со внешности. Кому из ребят важно, чтобы девушка была блондинкой? Давайте честно я скажу, что вот все вот эти вот пункты, блондинка, брюнетка и так далее, на мой взгляд, выбирать девушку по таким критериям, это все равно, что выбирать девушку по цвету маникюра. Ну, типа, серьезно? В 21 веке живем, сегодня-завтра это поменяется. Это как бы не совсем правильно, мне кажется, никогда не обращали на такое внимание. Не знаю, по-моему, может выбрать какой-то глупенький очень парень, мальчик. Ну, вот 15 лет я... А тебе зеленые волосы? 15 лет я буду... А вот эти цветные волосы нужно было написать? Да, кстати говоря, сейчас у всех цветные волосы. Отношение к цветным волосам у вас? Меня бы оттолкнуло немножко. Оттолкнул? Думаю, к зеленым точно. Ну, смотрите, мы берем... Блин, такая фишка, внешность. Вот первые 10 минут на тебя она воздействует, потом человек открыл орд, вы зацепил с беседой, и все. И уже ты понимаешь, что вы вообще не воспонимаешь внешность, потому что, например, она тупая. Или наоборот, она классная. Это тебе уже пофигу, фиолетовый у него волос или лысый. Окей, согласна. Здорово, что у нас тут собрались такие глубокие личности. Давайте я тогда просто в целом прочитаю все, что есть в блоке внешности, и если вам что-то все-таки будет важное, мы это отметим. Да. Окей, у нас тут есть блондинка, брюнетка, рыжая, кудрявая, с прямыми волосами, светлые глаза, темные глаза, худая, с формами, спортивная, плюс сайз. Далее две позиции очень интересные. Попа-грудь, высокое миниатюрное наличие тату. Почему я написала попу-грудь? Ну, есть парни, которым просто реально важно, чтобы, допустим, грудь была большая, наоборот, маленькая. Ну, вот давайте ваше мнение хотя бы к женской фигуре. Ну, хоть какие-то предпочтения есть? Не думаю, что когда-нибудь смогу влюбиться в девушку размера плюс сайз. Даже если она... Ну, знаешь, влюбиться ты в нее не можешь, но отрицать, что некоторые из них бывают обаятельными, типа Адель, и явно привлекают внимание мужское. Нет, подождите, ну, стой. Стоп, Рон, это про идеальную девушку. Во-первых, это про идеальную, мы говорим. Во-вторых, ну, есть какой-то, ну, типа, момент внешности, есть момент физической близости. И вряд ли ты своей идеальной девушкой не захочешь физической близости. И я не могу представить, что... Я не могу представить... Невзначай. Я не могу представить, что это будет у меня с девушкой размером плюс сайз. Хорошо. Миша, а ты? Аналогично, кстати, да. Да, про фигуру, ребят. Фигуру, ну, плюс сайз тоже нет, а остальное, как бы, все нормально. Окей, тоже Миша минус 100. Антон, а ты? Худая, спортивная, это, ну, лично для меня, опять же, если мы говорим про идеал, то это абсолютная, скажем так, необходимость. Окей, но видишь, у нас худая, спортивная немножко разделена. Я все отметил на всякий случай, знаешь, что... Окей, тогда тебе мы добавляем плюс... Да, у тебя минус 200. Да, у меня тоже, на самом деле, их... Нет, у меня плюс 300, потому что минус пласяз. Минус что? Минус пласяз. Волосатый? Пласяз. Волосатый? Подожди, вот давай я напишу на всякий случай. А почему не было такого пункта, кстати? Вы что, против бодипозитива? Ты же вычеркнул только пласяз, то есть, если она, допустим, будет с формами, те норм. В смысле, с формами, худая, спортивная. Окей, ну для меня Ким Кардашина с формами, но она не пласяз, а Эшли Грэхэм, она пласяз. Она никуда не спортивная. Нет, тогда я вычеркиваю из форм, нет, мне либо спортивная, либо... Тогда, ребят, давайте мы просто выберем. Короче, вот, ну вот, вот хорошая фигура должна быть, и все, такая. Нет, так, ребят, давайте по списку. Давайте, окей, худая, спортивная. Да, супер, отлично. Окей, а попа, грудь никому не важна? А если их не будет? Если она будет худая и спортивная, то попа у нее точно будет. Окей. Да, и грудь, то, ну, найдем. Окей, вот такой момент, рост высокий, миниатюрная, неважно. Ну нет, неважно, на самом деле, правда, неважно. Но если она будет прям высокая-высокая, это будет забавно. Слушай, ну Николь Кидман и Том Круз нормально смотрелись. Ну они разошлись. А у них, да, но разошлись они не из-за роста. Да, я думаю. Один момент, он просто такой, она слишком высокая. Нет, осознание такое. Хотя она сказала, что после расставания она сразу начала надевать каблуки, потому что не могла это делать при нем, но, блин, не знаю, мне кажется, это никогда не какая-то проблема. Не, я думаю, что если, не знаю, если у парня есть комплексы по поводу роста, ну это... Ну цоколы и лолиты тоже, извините меня. Это не очень сексуально, не знаю, парня не красят комплексы. Не, ну если она прям очень маленькая у роста, то... Миш, ну давай миниатюрную уберем. Давай уберем. Убираем у Миши менять. Мурик, извините. Тут важно отметить, что как бы, ну, не знаю, как для всех, для меня внешность это какой-то такой дискрет variable, то есть это либо да, либо нет, и дальше это перестает играть какую-то такую основную роль, потому что личность имеет гораздо большее значение. Да, это 100%. Это сложно переоценить. Безусловно, ну просто хотелось какое-то вообще понимание. А вот момент с наличием тату. Как относитесь к тату у девушек? Смотря какую. Вот-вот, ну окей, ну я не говорю про дракона на все бедро, но просто там надпись или бабочка, например, неожиданно напосить. Вообще нейтрально, то есть ничего такого. Нет, ну если это какая-то бабочка, то окей, но если это что-то более такое значительное, знаешь, ну мне никогда это не притягивало, хотя часто я вижу, вижу ребята в инстаграме, выкладываю, типа, какая красотка, у нее просто все в татуках. Не, вот это тоже нет. Ну, ребят, тогда давайте вычеркивать, потому что это уже так. Вычеркивать? Вычеркивать и платить надо, да? И платить, то есть получается, для тебя одного это не важно? Нет, мне не важно, потому что я несколько раз видел очень красивых девушек, тату вообще никак не отвлекала. Ну что, перейдем к более важной составляющей, составляющей душевной непосредственно. Умная, 200 баллов. Да, да, это, наверное, вообще самое важное, я не знаю. Миш, точно? Точно. А почему тут раздельные понятия умная и с чувством юмора? С чувством юмора, да, это же одно и то же. Ну, как бы, чувство юмора, это очень хорошее следственное качество от высокого интеллекта. Окей. Ну, слушай, не у всех это так сильно связано, я серьезно вам говорю. Я вычеркивать не буду. У меня там еще дальше будут штуки, поэтому... Ну, смотрите, ребят, умная, значит, мы все равно каждый из вас это берем. Да, безусловно. Ну, Антон, ты там уже реально в нуле, я тебе серьезно говорю. Не, у меня 500 сейчас. Подождите, вы что-то считаете? Да, там еще, конечно, потом платить нужно будет Наташа. Подождите, Миш, а ты берешь? Умная. Ну, прям нужна, вот прям умная? Однозначно. Однозначно? Ну, с дурами веселее, конечно, но... Окей, чувство юмора тоже все берем. Да. Да, 100%. Окей, просто парни хотят девушку с недопкомиками. Пожалуйста. Так, деятельная. Что такое деятельная? Вот, да, такая немного непонятная характеристика, чтобы она чем-то занималась, работала, или чтобы, ну, просто она вела некий активный образ жизни, не сидела дома. Ну, понятно, мне кажется, сейчас все девушки, женщины деятельные, и это супер. Ну, в смысле, я имею в виду, как бы... Не даже в твоем окружении, или создают образ. Нет, так как бы модно. Сейчас в Инстаграме просто все как бы развиваются, все активные, все личности, и это супер. Для меня это очень важно. Важно. Если она будет нифига не делать, то, не знаю, это плохо. Окей, Миш, важно, чтобы она деятельная? Нет, не обязательно. Не обязательно. Антон? Знаешь, как бы я ничего не буду ставить, потому что чаще девушки деятельные, чем они недеятельные, и поэтому мне кажется, что здесь можно положиться на удачу и ничего не отмечать. Я вот просто сейчас прохожусь по другим вещам, которые я уже тут уже добежал до косаря. Окей. Ну, понимаешь, от человека зависит действительно. То есть в какой-то ситуации деятельная может быть окей, в какой-то нет. Поэтому для меня это не принципиальный момент. Окей. Доброе. 200 баллов. Слушай, когда говорят доброе, я всегда представляю какую-то санитарку на поле боя, который несет на себе бойца. Что такое доброе? Майкер это, да, да. Нет, ну доброе, знаете, это такая, что, не знаю, помогает другим людям, может поддержать. Ну, в целом, не знаю. Ну, Хайзе, ну вот кто выберет себе злую суку? Вот кто? А есть парни, которых притягивают как раз-таки такие девушки. Нет, на самом деле у меня есть такая заметка в телефоне, там, 2017 год, мне нравятся суки с зелеными глазами, 2018 год, мне нравятся суки с синими глазами, 2020 год, кажется, цвет глаз значения не имеет. Но вот у меня реально такой момент был, поэтому, как бы, я не буду за это голосовать. Вот, вот, вот тебе пример. А у меня 200 баллов здесь, потому что это критически важная вещь. Ну, вот и милет, потому что люди тянутся к подобному. Артем, задумайся. Я придерживаюсь мнения Артема, да. А, Артем? Да. То есть не важно, может быть, злой. Ну, не прям злой, но... Харизматичная. Важная? Да, однозначно. Миша, почему так важно? Ну, и меня привлекает именно харизматичные девушки. Мне кажется, это все, это прям... Короче, непонятно, я пока пропущу харизму, потому что я выбрал чувство юмора, поэтому я тут не буду заочеркивать. Важно. Да. Антон? Не, а вообще. Пофиг. Абсолютно. Мне важно, хоть злойотичные, да. Важно все, в общем тоже, вообще-то минус 150. Ответственная. Ой, не все равно, даже веселее. Ну, мы тут сейчас обсуждали разницу между девушкой и женой, да, как бы, жена должна быть ответственной, а девушка не обязательно. А что за дискриминация? Ну, реально, что за бред? Вот такое ощущение, как будто вы вступаете в серьезные отношения, и вы думаете, что жена должна за вас брать ответственность, но типа никто никому ничего не должен. Нет, знаешь, кто такая жена? Вот я давно это для себя сформулировал, такую идею, мой образ, что вот какая-нибудь такая, знаешь, просто поле смертоубийств, бра, они отсюда, отовсюду стреляют, какой-то сумасшедший забег, ну, это так жизнь, в принципе, описываю. Вот, просто какой-то сумасшедший забег, и ты такой лежишь, просто весь окровавленный, вот. И она тебя берет и тащит. Подожди, нет, нет, нет. Или это добрая? Нет. Это добрая, конечно. Добрая, не харизматичная. И там у тебя почки вообще где-то на старте остались, и она тащит тебя, и вот если она тащит до госпиталя, это девушка, а если тащит до финиша, то жена. Блин, круто. Бот бы все, бот. Слушай, мне кажется, ответственность, вот, я думал, что у нас будет несколько другой формат мероприятия, я сейчас, ну, там, пару тезисов подумал, как бы, что действительно важно. Мне кажется, что ответственность, это не ответственно в плане, там, я должна быть 12, там, я буду... А в плане, что... Да, это щепелявые бруссы. А это не важно, я ненавижу людей, которые опаздывают. Я ненавижу их, это фунбить каждого. Ответственность в плане просто принятия каких-то решений, ну, это супер важное базовое человеческое качество, которое, мне кажется, ну, как бы, я в своих отношениях с неответственной женщиной, я не могу находиться, то есть, я могу находиться очень мало. Поэтому это самое важное, что есть. Слушай, я с тобой согласна, но есть парни, которые говорят, ой, хочу, типа, домашнюю кашицу, чтобы она такая, ой, я не знаю, что... Но это не сюда, как бы. Ну, я понимаю, что это не сюда, не к тебе, но, может быть, кому-то из вас. Миш, важно ответственно? Ну, так, 50 на 50. Ну, давай не будем брать. Да, не будем, я думаю. Короче, кому-нибудь важно ответственно или нет? Ну, вот и все, вот так вот. Ответственные девушки просто опсор. Только безответственно. Так, перейдем к амбициозной. Амбициозная. Да, это дико сексуально. Ну, анар, ты понимаешь, что ты тоже в минусе уже? Ну, ребята, такая игра странная, конечно. Раз такие странные правят. Окей, ребята, а вы как к этому относитесь? Хотите амбициозную девушку? Я бы не сказал, что это принципиально на самом деле. То есть, ну, какие-то амбиции должны присутствовать, но так, чтобы, типа, из разряда стать первой женщиной-президентом, там, или, не знаю, стать телеведущей первого канала, ну, вот, нет. Так, это странная формулировка, конечно. Я в своей голове вообще по-другому амбициозно. А мне нравится то, что у Артема в своей голове очень необразно. Там, кто-то кого-то тащит, женщина-президент. Я не встречал неамбициозных женщин в своей жизни. То есть, не, смотри, есть мужские амбиции, типа, я добьюсь. А есть женские амбиции, это ты добьешься. Я рожу детей. Не-не, это ты добьешься. Потому что, ну, мне кажется, что нам по мужской природе сильно меньше что-то надо, каких-то вещей. Когда появляется девушка рядом, она сразу тебя сильно мотивирует на что-то большее, чем тебе казалось бы тебе нужно. Я не встречал женственных девушек. Кстати, жаль, что нет женственности. Вот, кстати, нет женственных. Я не... Поэтому я не буду отмечать, потому что это, мне кажется, у вас в природе так заложено. Вы рождаетесь амбициозными сразу. Абсолютно не связывая вещи с гендером вообще никак. А мне просто кажется, что то, что ты описываешь, Антон, это больше про как бы supportive, то, что типа она тебя поддерживает. Не-не-не-не, это разные вещи. Я не могу... Не поняла. Поддерживает и хочет, чтобы ты что-то сделал, это разные вещи. Ну, блин, ты говоришь про то, что у нее есть амбиции насчет того, что произойдет с тобой. А что значит амбиции, то, что произойдет с ней? Вот она осталась одна. Да, например, это очень философская дискуссия. Хочу бизнес, зарабатывай там лям рублей. А, ну в таком случае, совершенно не важно. Нет, ты ее бросил, у нее двое детей, и вот она такая, зато я в него верила. Не, вот это совсем не важно. То есть, поэтому я это не отмечаю. Я скорее оправдываюсь, почему я не трачу баллы. Окей, правильно. Миш? Для меня тоже, я считаю, что это не важно. Не так сильно, да. Ну, вот и будут у вас, девушки, овощи. Давайте. Я же помню. Перейдем к главному качеству. То, для чего делалось. Весь этот конструктор преданная. Пацаны, важно, что преданная была? А не преданная, которая заменяет направо и налево просто. Не преданная, это с зелеными и синими глазами. Мы ждали этот вопрос. Нет, преданная, но в плане такая, что типа, ну я не знаю, вы там возвращаетесь поздно домой, и она не спит, ждет. Или там, допустим, в бас отправляют дарюку, командировка, и она едет с вами. Стоп, подождите, это вообще не связано с обеззменным вопросом, я не понял? Жена, декабрь, стаж. Или ты как-то обходишь? Нет, ну просто как бы де-факто или де-юра, я не знаю, как правильнее, но как бы девушка должна быть верной, но только если у вас не полиморные отношения. То есть, если вы как бы в стандартных консервативных отношениях, но вы как бы должны быть друг другу верны. И как бы это даже вне обсуждения. Я имею в виду, что, наверное, это, что типа, вот это, наверное, больше про поддерживающие. То, что, типа, всегда с вами, сюда. 250 баллов улетело туда точно. Окей, окей. Остальные как? Ну, если ты это поясняешь именно так, то да, я готов пожертвовать 250 баллами. Я, пожалуй, не готов. Не готов, не нужно. Не нужно поддерживать. Я за то, что если она, как сказать, если она не поддержит меня в чем-то, то она скажет, типа, ты лох, я тебя не поддерживаю, потому что ты неправ. Или потому что я, мое мнение другое. Я хочу, чтобы она была какой-то самостоятельной личностью, чтобы она не была прилеплена на меня, как слизень. Я девушка, я за тобой. Она абсолютно должна быть полноценной личностью, такой же, такой же. Я не хочу ее, за счет того, что она по гендеру, типа, женщина, чтобы она была чуть-чуть в чем-то, либо меньше, либо со стороны. Она должна быть классная, иначе она меня не будет возбуждать. Преданная классная не может быть, и возбуждать преданная не может быть. Преданная может быть, но я вижу, сколько качеств до этого было, что преданная, раз как ты сформулировал, что она будет ждать, как Хатька, и верная, и верить мне. Она не обязательно должна в меня всегда верить. Ну вот жена декабристка вот такая. Нет, нет, нет. А ты нет? Слушай, я тоже не буду это выбирать. Я просто не хочу, чтобы девушка была такая, что вот только я, и чтобы она тоже о себе как-то немножко. То есть не надо вот этого. Да. Не самопожертвенная, не самопожертвенная. Не нужно это. Нет, нет. Пускай родить детей. Сильная личность за 100. Нужна сильная личность? Очень широкоспектрная, по-другому. Ну вот сильная личность это про то, что вот я такая самодостаточная, блин, самодостаточная есть отдельно. Окей. Там и речь, да. Сильная личность такая, что прошло много испытаний, ничто ее не сломило, у нее жизненный какой-то бэкграунд за спиной. Это супер важно, потому что именно прошло много испытаний жизни, бэкграунд это очень важно, сильно влияет на ответственность, на преданность, на все остальное на самом деле. То есть какие-то испытания, они тебя заставляют ценить гораздо больше то, что у тебя есть. И вот этот элемент того, что девушка ценит то, что у нее есть, он очень важен. При этом это как бы следствие, а вот сильная личность в вакууме не обязательно. Для меня лично. А для кого это важно? Для меня нет. Это отдельная черта, это даже не черта, это какая-то, я не знаю, просто... Волгность черта. Да, да, это какой-то момент. Вот она может стать сильной личностью, потому что вот у нее, так сложилась судьба, у нее были какие-то события, которые сделали ее сильной личностью. У нее могло не быть этих событий, но она как бы потенциально сильная личность, она потом проявит эти качества. Короче, это не так важно отдельно. Окей. Child free. Следующий пункт. Вычеркиваем сразу. Сразу. Вот, тоже такой момент, если она child free, вы тоже должны это вычеркнуть, то есть потратить свои баллы. Для кого это неприемлемо? Неприемлемо, чтобы она не хотела детей? Да, типа no, no. Нет, если она не хочет, это ее право. Миша. Слушай, если она не хочет иметь детей, не, ну так не пойдет. У меня к разговору девушка-жена. У меня в примере Дженнифер Энистон, ну слушайте, как бы, а понимаете, она может быть child free, ну что, я просто не сильно в теме, child free, ну типа мы даже не усыновляем, не удочеряем, либо она сама не хочет детей, да, не рожать, не усыновлять, не иметь. А есть, по-моему, какой, может быть, называется, когда типа она рожает? Когда не хотят рожать, это уже друг уродится. Да, нет, это не то, что она не хочет физически проходить процесс родов, она просто не хочет детей в своей жизни. Не, ну это не пойдет. Ну вот козы, это слишком, слишком, слишком сложно. Ну, ки, ты можешь его пропустить? Да, я пропускаю. Следующий пункт семейная. Такая хранительница очага, там с детьми, с кухней, к вашей семье отлично относятся, там дарят вашей маме подарки и так далее. Нужна такая? Не нужна. Миш? Миш, ну как представитель восточной диаспоры, пожалуйста. Я тоже вообще. А, ты тоже? Мне что-то могло подсказать. А кто ты по национальности? Ну, вам немного, типа 6 кровей, но азербайджанская, типа такая. Ну, наверное, немножко объясни, что именно имеется в виду ПВТ. Ну, я не знаю, как объяснить, но семейный тип личности, то, что она любит проводить время с семьей, со своей свободой. Да, я думаю, что это то, наверное, для которой на первом месте, как бы, это семья, очаг вокруг него. Она едет в Икею, закупает все для уюта, там, она все время готовит ужин на 46 человек, огромный казан плова, огромный борщ, там, не знаю, 3 литра на 46 дней вперед. Какие-то национальные приколы, я просто такая, ну, либо детей, ну, ребят, семейная. На 6 из 10, ну, типа, без перекосов, да, то есть, без перекосов, поэтому не буду это отмечать. То есть, мне кажется, если что-то отмечаешь, ты говоришь, господи, да, мне вот это надо очень сильно. А, ну, окей, да. Ну, как бы, нет, это хорошо. Не то, чтобы это послание Господу. Это просто игра на странном канале для девочек. А что делать, если у тебя 1450 баллов? Ну, потом будешь рассказывать байки из склепа. Артем, это для тебя важно? Очень семейный человек, поэтому я думаю, что я перебью недостаток у нее семейности. И это не проблема, да. Самодостаточная. Ну, вот тут многие качества, они как бы друг другу противовес. Да, да, да. То есть, получается, ты как раз-таки хочешь мега самодостаточную. Ну, нет, я думаю, что вот если вот она будет амбициозная и деятельная, она уже будет, поэтому я не буду вычеркивать, к тому же я так минус. Ребята, кому-нибудь нужна вот именно такая сильная смена? Слушай, ну, вообще есть история на тему… Как лебедь белая. Есть история на тему самодостаточной, как-то Галя Тимченко, это медиа-менеджер, основательница «Медуза», если кто не знает. Вот она рассказывала, что она пожаловалась своему мужу, что он после длительного времени отношений перестал за ней ухаживать так, как раньше. И он говорит, а ты видел из себя со стороны, когда ты сигарету закуриваешь, тебе зажигалку невозможно поднести, настолько ты это быстро делаешь, настолько тебе никто не нужен. И мне на самом деле кажется, что в отношениях всегда должен быть бенефициар, всегда тот, кто любит больше, и всегда нужно, чтобы девушка давала за ней поухаживать, потому что от этого мы получаем удовольствие. Поэтому мне в этом плане самодостаточно, я вспоминаю всегда вот пример Гали Тимченко, я думаю, что нет, вот не хочу так. Но ты хочешь, чтобы в отношениях ты любил больше, получается? Ну, мне приятнее, когда я люблю больше. Серьезно? Ну, у меня такая, да. Мне кажется, это какое-то плоское заявление «люблю больше», «я люблю больше что?» В целом, человека всего… Нет, когда больше уделяешь времени человеку, чем он тебе. Я думаю, что никогда не бывает, что всегда… Это период жизни. Период жизни, да. Нет, в смысле, вот я, например, окей, не знаю, вот я сейчас там без работы устраиваюсь на работу, я по-любому как бы сейчас не могу сфокусировать внимание на партнере, и меня там девушка должна поддерживать. Но потом у нее будет такая ситуация, я должен поддерживать больше я. Да, это не… Нет, это не про поддержку. Нет, и вообще, ну, в смысле, любить больше любовь – это внимание в любом случае в 90%, в 99% даже. Это внимание человеку, который ты отдаешь полностью. Это актер, любовь – это 99% внимания. Ну, реально, ну, это даже актер даже играет. Нет, любовь – это для всех людей настолько разное понятие. Ну, то есть кто-то скажет, блин, это забота, это страсть. Я к тому, что нельзя определять, что вот мы, например, там вместе 30 лет, и вот все 30 лет я ее любил больше, а она меня меньше. Нельзя, мне кажется, вы будете меняться. Ну, и такие истории торговые. Вы настолько живые, ну, люди, вы живые, мы многогранные, мы не можем прожить все как по одному сценарию. Слушай, ну, есть люди стабильные личности, я тебе серьезно говорю. Ну, да, наверное, я не такой совсем. Мне кажется, ты просто не такой, ребята, а вы? Моя самодостаточность до сих пор? Да. Слушай, мне, я понимаю обоих ораторов, вот, но излишняя самодостаточность – это определенный турнов, потому что, ну, это в определенных плоскостях противоречит женственности в моем личном понимании, поэтому я скорее это зачеркиваю. Мне очень понятна твоя история. Так, ребят, переходим к третьей самой интересной части. Это особенности поведения, характера и так далее. Умеет вкусно готовить, 250 баллов. Вообще не важно. Пофиг. Не принципиально. Приготовлю сам, я вкусно готовлю. Я очень вкусно готовлю тоже. Окей. Открыто к новым ощущениям за 100. Творческая личность. Очень важно, потому что она может заниматься нетворческой профессией, но если у нее нетворческий мозг, то приварить нам будет нечем. Как пойдет? Ребят. Не важно, нет, не важно. Окей. Любит держать все под контролем. Control freak. Я думаю, что нет. Это что за тиража? Да, то есть тоже нет. Но и не вычеркиваем. Типа, может быть, но может и не будет. Да, да, да. Так, рационально. Ко всему подходят со спокойной головой? Умеют найти выход из... Да, но это четко как раз позиция. Это суперважно. Окей, Антон теряет 150 баллов. Кто там еще? Не принципиально, на самом деле. Мне важно, чтобы она не была рациональней. Не должна быть рациональной. Не должна быть. Тогда ты тоже теряешь 150 баллов. Я теряю, все. Так, а финансово-независимое? За 200. Как пойдет? Нет, ну, ребят, давайте... Это важный вопрос. Важно ли вам, чтобы девушка давала заплатить? Или, наоборот, вы не хотите, чтобы она всегда ожидала, что вы будете платить? Вот ваше отношение к этому? Я не знаю. Мне кажется, этот человек должен быть гибкий. Если она действительно, не знаю, ну, совсем никогда не дает за себя заплатить, это странно. Если она всегда ждет, что заплачу, только ей прям ждет этого, и для нее это критерий. Ну, тоже немножко... Мы доказали еще от расстраивания. Ну, тоже странно. Ну, в смысле, не знаю, я могу забыть, не знаю, деньги, мне могут до сих пор не выплатить зарплату, но все что угодно. Это же жизнь, нужно быть какой-то гибкой. Нельзя так плоско ко всему относиться. Миша, а ты? Слушай, а если она будет финансово независимой, то в этом ничего плохого нет. А только хорошая, если бы она за меня платить. Я могу вычислить, что она тоже будет финансово независимой. Ребят, для вас? Слушай, как пойдет, да. Окей, неважно. Придерживаться консервативных взглядов, и дальше идет придерживаться либеральных взглядов. Мне тут рассказывали об отношениях навальнистки и путинисты, и я думаю, что это окей, все нормально. Люди с абсолютно разными политическими взглядами, но это не принципиально вообще. Политические взгляды абсолютно не важны. Не принципиально вообще. Действительно не важны. Нет, если вам будет настолько скучно, что они станут важны, то может быть вам пора разойтить. Окей, дальше феминистка за 250. Вычеркиваем, да, ребят? Да, да. Подождите, все минус феминистку? Она арбит. Нет, мне не пускай будет, если у нее есть четкая позиция в отношении чего-либо. Я не покупаю, нет, пускай мне все равно. Миша, ты. Пускай мне так же. Я вычеркиваю. Слово «феминистка». Убивает женственность напрочь. Подожди, но я говорю не про волосатые подмышки и, я не знаю, рисунки гениталий. Нет, Юля Цветкова все хорошо. Оригинальный феминизм с опустулатыми идеями о равенстве в правах, это понятно. Радикальные все вещи, они сразу острые негативные. Ну такая, что типа, слушай, не нужно за меня платить, я могу сама вот снова. Есть одна девочка, забыл, как ее зовут. Она, у нее канал на Ютубе, она четко говорит про все понятия, в том числе про феминизм. Я посмотрел это видео. Никсер Пикси, может быть? У нее, кажется… Белые волосы, и она рисует. Да. Никсер Пикси. Что-то такое, да. Может быть, не знаю, какой-то не такой у нее был тупой ник. Ну хз. Короче, она классно объяснила про феминизм, я не увидел в этом ничего радикального. Это все, это все просто, ну как бы, просто очень однозначно, но не радикально, поэтому мне не против. Ну все это по-разному объясняют по этому. Да, наверное, мы просто не слишком осведомлены. У всех по-разному, но трое из вас вычеркнули феминизм. На всякий случай. Давайте дальше. Зожница за 200. Ну тут как бы… Снова возвращаемся. The Net, спасибо, что предоставили напитки для этого. Нет, я бы хотел… Нет, я бы хотел, на самом деле… Подождите. Адемка ему попридем, подождите. Зожница, и она не пьет алкоголь, это немножко разные вещи. Ну такая, типа, с утра на пробежку, потом какой-нибудь раф на миндальном молоке с листьями, я не знаю, мачек. Ну вот я, я за такое, я бы вычеркнул. Главное, что мясо ела еще тоже. Что это не? Мясо ела. Мясо, я не ем мясо, поэтому… Вот так, ну то есть, получается, зожницу покупают только на ар? Да. Что такое на ар? А Торву за 150? Не, ну прям Торву, мне кажется… Ну такая, вырывается в клубы, куда-то уезжает на ночь, вы не можете ее найти. Нет, это нам не надо. Пропала, Алёша, где? А, подождите, вычеркиваете прям? Вычеркиваем, конечно, зачем мне отчасти на… Ого, господи, какие вы зануды. В 4 утра, ааа, выпиши. Нет, нет, пускай она может и выкипить. При этом хочется было авантюрное, да, еще? Нет, авантюрное, но не оторву. Авантюрное, но только с подругами дома и со мной. А так нет. Окей, отношение к алкоголю 150. Вы можете купить положительное отношение, типа она может со мной выпить не то, что она там бухает в патнике, но может выпить. Или вы можете это вычеркнуть, и она точно не пьет. Слушай, ну это не принципиальный момент. Тоже не принципиальный. Не принципиальный момент. Хоть женский алкоголизм и не лечится, но мы же говорим не про крайнюю статью. При должном желании не лечится любой. Ну, если говорить про желание, то тогда вообще ничего не лечится. Но да, да, я не правильно. Пускай может вы… Нет, совсем когда я вообще не пью. Ни вреду на скотину. Это странно. Ну тогда ты должен купить, чтобы она по-другому все-таки она купила. Нет, пускай, ну то есть и нормально. Ну хорошо. Давайте. Отношение курили. Не дай бог она курит. Сигареты, джун. Ничего в мире она не должна курить. Я не могу переносить. Ксюша пока. Я просто, у меня, я не могу, я даже кальян не могу курить. Ребят, кто еще вот так же… Я нейтрально отношусь к этому, что угодно. Знаешь, у меня было такое же отношение, что абсолютно негативное, до того, как я встретил свою девушку, и потом такой, господи, какая разница уже? Переходим к самой горячей части. Отношение к легким наркотикам. К легким наркотикам. Это какие? Ну вот, если она курит траву. Я вычеркиваю. Ну, в плане, я покупаю отрицательные отношения. Я тоже покупаю отрицательные отношения. Я тоже. Да, мы против наркотиков. А если она офигенная, классная девчонка, я не знаю, она просто покурила траву. Ладно. Он алкоголь не рекламирует. Не, ну пару раз можно, окей. Ну, типа, не на постоянной основе, чтобы она каждый вечер затягивалась дома с травой. Нет, ну... А понимаешь, фишка в том, что это рано или поздно перерастает. У меня нет ни одного примера противоположного. У меня есть такой пример, ну, девушка моего возраста... Вы были 24? Да. Ну, это рано. Она еще не перешла. Ты что, я буду 30, она перейдет. Ты не перешла в целом черту? Ты выращиваешь траву дома? Не-не-не, это все перейдет. Мне кажется, что... Я вырос в Штатах, и у меня очень... Не вырос, как я там, скорее, юность провел. И у меня очень неприятная ассоциация с запахом травы, хотя в каком-то смысле это имеет прямое отношение к моей работе. У меня ощущение, что я в общаге студенческой, знаешь, в такой плохой вот, у тебя вот этим всем воняет. Поэтому, не знаю, мне как-то это супернеприятно, и если этого не будет, я буду очень сильно рад. Легкие наркотики всегда приводят к тяжелым. Это правда жизни, и у меня есть масса примеров людей таких, поэтому... У меня тоже миллион. Ну, а у меня есть антипримеры. Ну, хорошо, не... Так, очень-то я... Все же по жизни. Наркоман, как-то я просто... Там просто брюши примерки. Все же судят по своему жизненному опыту, понимаешь? Да, да. Все равно это судить. У меня встречаются такие примеры, у тебя другие, поэтому... Ну, вот. Так, ребят, определенное отношение к религии. Вы можете купить то, чтобы она была там мусульманкой, православной, или кем-то для вас важно, буддисткой, я уважаю все конфессии, или вы можете вычеркнуть это, сказать, пусть она, пожалуйста, будет атеисткой, я не могу уже слышать это. Не важно, не важно. Неважно. Неважно. Главный пункт. Отсутствие половых партнеров за 250. Почему главный? Ребят, кому важно? А потому что для многих парней это реально решающий момент. Нет, я думаю, для многих парней, которым сейчас сколько лет? 16? Или 15, да. Нет, да ну, она могла любить, человека полюбить, его не мочь без него жить, потом она ее бросила, она страдала, а потом она раз, и влюбилась снова. Нет, нельзя быть. Вопрос, наверное, в количестве, да, но их наличие, это скорее положительный фактор, чем отрицательный. Какое количество приемлемо? Да слушайте, на самом... Нет, реально интересно, какое количество приемлемо? Дудь пошел, да, давай еще по сантиметрам вопросу задаем. Для меня любое количество приемлемо, она может быть очень страстная. 15, а ей 16 лет. Нет, во-первых, если ей 16 лет, я вообще... Тут скорее всего, что 20 лет не сойдет сюда. Вы дедушку позвали. Нет, 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 она у него может быть большой сексуальный темперамент, она может быть очень страстная, ей может это нравится, ну, пожалуйста. Хорошо, Миш, а ты? Слушай, я где-то, наверное, до 22-21 относился к этому очень негативно, но сейчас у меня поменялось абсолютно мнение, так что не имеет значения. Ну, а хорошо, снова же какое количество людей приемлемо? Ты знаешь, я об этом не задумывался, ну, наверное, можно посчитать на одной руке хотя бы. Окей, сейчас мы выведем вам на экран в итоге, что получилось у ребят, какие баллы, и чтобы подвести итог, так сказать, наше шоу, я бы хотела спросить у каждого из вас, что вообще для вас самое по-настоящему главное в девушке и в отношениях, вот что вы цените больше всего. Начнем мы с Анара. Давайте начнем оттуда, я сейчас пока не сформулировал. Мне нравится, как мы не запомнили имена друг друга и выкручиваемся, оратор, коллега, оттуда. И все-таки. Слушай, ну на самом деле, я расскажу такую чуть-чуть личную историю, когда тебе говорить или в камеру говорить народу, вот, значит, народу, 300 человек, которые нас смотрят, вот, 300 тысяч скоро будет. Пожалуйста. Кстати, ребята, путь к сердцу Наташи Малафеевой, иначе будет у меня кидать штативами, но, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Правильно, спасибо. Серьезно вас спрашиваю, тогда Наташ Малафей будет вас очень сильно любить. Вот, значит, личная история такая, что когда у меня девушка спросила, а вот когда ты понял, что ты меня любишь? Я сказал, знаешь, я представил такую картину, что мы вот через 45 лет сидим где-то в прибрежном городе, у нас там уже внуки, дети, все такое, и вот ты постоянно вот смотришь меню, да, берешь бокал, как-то ешь. Я думаю, был бы кто-то другой, меня бы за 45 лет это уже раздражало. Но я смотрю на тебя, я понимаю, что я в принципе, ну, мне нравится смотреть это постоянно. Мне нравится вот любоваться тем, как ты вот это вот, не любоваться, плохое слово, наблюдать за тем, как ты все это делаешь. Вот, и поэтому девушка начинается там, где начинается ее движение. Вот мне так кажется. Блин, это так прекрасно. Антон? Очень сложно что-то сказать после этого, что вопрос в том, что в принципе самое важное, да? В отношениях, вот для тебя. Кажется, что это супериндивидуальная штука, но если какие-то, ну так и есть, если выбрать какие-то базовые понятия, которые применимы абсолютно ко всему, то это превращается в такой очень психологический, философский эксперимент. И здесь мне кажется, что любая психологическая вещь, она всегда про то, что кого-то там недоуважали, там конфликты все, они про уважение, про границы и так далее. У всех это очень на разных каких-то уровнях находится. Она очень правильно сказала про то, что человек должен быть гибким. И вот это очень важно. И мне кажется, что если это обоим людям в достаточной степени нужно, конфликты в любых отношениях, по-моему, происходят, если это обоим людям достаточно нужно, если оба человека готовы быть достаточно гибкими для того, чтобы их решить, все будет нормально. Если в этой ситуации друг друга уважать, хотеть уважать и быть в какой-то степени ответственными, то мне кажется, вот этот тот краеугольный камень, ну понятно, что при там страсти, там желании вообще в принципе вместе быть, а не просто два каких-то чужих человека, то все будет хорошо. Окей, Миша? Слушай, ну, наверное, самое главное это понимание, чтобы было в отношениях. У меня как бы серьезных отношений просто не было вовсе, поэтому мне немножко сложно сказать. А несерьезные были? Несерьезные были. Вот, слушай, просто когда есть понимание, уважение для каких-то там решений проблем, мне кажется, это очень важно, потому что в жизни это часто происходят какие-то там, не знаю, проблемы. Вот, ну, как-то так. Поняла. Анар. С высоты опыта 26 лет. Во-первых, мне кажется, что если есть любовь, то она будет всю жизнь. А во-вторых, мне кажется, что вы просто должны быть тупо, точно, вы должны дружить. Если вы не дружите, то вы друг другу не нужны, потому что секс хороший, с него может начаться, на нем вы можете даже три года быть вместе, но все равно вам должно быть классно, вот просто, ну, как бы вообще в жизни всегда в любом, заходите в книжный, вам весело, выбирайте трусы, вам весело, занимайтесь скучной бумажной волокитой, вам все равно весело, потому что вы реально друзья. И вот это, вот если бы мы вели себя, даже на свиданиях, как мы ведем со своими друзьями, но имея просто отношение к противоположному полу или даже к тому же полу, но какой-то сексуальный протекст, было бы круто, потому что мы почему-то начинаем менять отношения и меняться сами, когда мы с друзьями, и тут, а все, я с девушкой, я уже другой. Да почему? Она еще должна быть ближе, она должна быть крутая, и он должен быть классный. Если у вас там, не знаю, одна пола отношения, это не важно, потому что вы должны быть друзьями все люди, этот пункт пропускают, не пропускайте его, пожалуйста, и у вас все будет супер. Даже если у вас ничего, чего-то не получится, вы все равно будете всю жизнь друг друга ценить, тащить, обнимать и дарить друг другу сладенькое что-нибудь. Блин, это реально, вот это so true. Ну вообще, ребят, все ваши ответы были очень крутые, и снова же вам спасибо, что уделили время и пришли. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и всем пока. 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 Пока.